Пункт А мы решили, у нас остался еще пункт B. Рассчитайте коэффициент Gini. Ну вот смотрите, у нас получается такая плавная кривая Лоренса, и на самом деле площадь под ней считать уже не так удобно. То есть, конечно, мы можем использовать интегралы, но именно для этой кривой Лоренса интеграл будем взять довольно сложно. Поэтому давайте придумаем что-нибудь хитрое. Что можно сделать? Вот смотрите, вот наша с вами кривая Лоренса. Ну, скажем, можно перенести в одну сторону единица минус х квадрат. А у наоборот у нас будет единица минус у. Ну, корень есть, корень это некрасиво. Давайте взведем все в квадрат. И левую и правую часть у нас получится единица минус х квадрат равно единица минус у в квадрате. Ну вот смотрите, это что-то уже очень напоминает уравнение окружности. Соответственно, у нас будет единица минус у в квадрате плюс х квадрат равно единице. Ну вот смотрите, когда у нас единица минус у в квадрате, это то же самое, что у минус 1 в квадрате. Правильно? Потому что у нас минус в квадрате погибает. Тогда получается, что у нас есть уравнение окружности с центром в точке 0,1. Давайте ее изобразим. Вот смотрите, у нас есть точка по х 0, по у единица. И нас интересует вот этот кусочек этой окружности. То есть на самом деле она пойдет еще вот сюда, но это нам уже не важно, это нам уже не важно. Вот у нас у, а вот у нас х. Это точка 1, это точка 1. Теперь смотрите, мы с вами выводили, что коэффициент джини будет равен 2s1. То есть помните, я вам говорила, что в основном, конечно, все считают через s2, но вот это как раз тот случай, когда будет лучше посчитать через s1. Ну вот смотрите, вот вся вот эта площадь. На самом деле это 1,4 площади круга, потому что вот у нас с вами там круг продолжается, да? И это сектор 1,4. Площадь круга у нас равна π на радиус в квадрате. Но радиус у нас равен единице, соответственно, просто π. Это площадь всего круга. Значит, площадь 1,4, то есть вот этой закрашенной области, это будет π на 4. То есть s равно π на 4. Но нас интересует вот этот кусочек, который я закрасила двумя штрихами. А он будет равен площади вот этого большого сектора минус площадь треугольника. Площадь треугольника, мы с вами уже считали, будет равна 1,2. Соответственно, ой, я прошу прощения, здесь не π на 2, π на 4. Потому что у нас 1,4 круга. Теперь, смотрите, мы должны, чтобы найти площадь этой штрихованной, мы должны из π на 4 вычесть 1,2. Это площадь закрашенной области. Теперь нам нужно найти коэффициент джини и подставим вот эту площадь s1 в формулу. у нас получится, там надо умножить на 2, у нас π на 4 превратится в π на 2 минус единица. Это наш ответ. С самого начала прочитаешь вопрос и прочитаешь ответ. Чего нужно? Итак, получается ответ на пункт b коэффициент джини равен π-1. Минус единица. Продолжение следует. Продолжение следует.